При этом, конечно же, очень много внимания уделяется тем вопросам, которые связаны с освоением новых финансовых инструментов, в том числе для того, чтобы преодолевать санкционные решения западных стран. Вы знаете, что недавно законодательство, позволяющее использовать цифровые финансовые активы для международных расчетов, я, в основном, в немодействии рядом с организацией сейчас нахожусь по поводу того, как запустить принятые законы для реализации идеи использования цифра для международных расчетов. Там возникают вопросы, в том числе и к законодательству, кто-то необходимо будет подкорректировать. Но, в целом, могу сказать, что с таким оптимизмом настроены те организации, с которыми я взаимодействую по поводу принятого закона. И вполне возможно, что в этом году мы с вами будем свидетелями того, как цифровые финансовые активы пользуются для международных расчетов. При этом, на себе испытываю активное давление, в том числе и представители рынка, о том, что необходимо как можно быстрее регулировать законодательно вопросы использования криптовалют. В том числе и для международных расчетов, в том числе и для того, чтобы обеспечивать оплату поставок товаров и услуг в нашей стране зарубежной. В принципе, Центральный банк, представители правительства, Минфин, Минэр, другие представители правительства, все согласны с тем, что надо быстрее регулировать законодательство. Эта тема будет звучать и на блинах заседания. Будем подавлять процесс к тому, чтобы быстрее пришло соответствующее согласование. Я рассчитываю короткие инструкции в течение весенней сессии, то есть это апрель, май, июнь, принять законодательство, позволяющее использовать цифровые активы, криптоинструменты. Если в нашей правовой системе эту логону закрыть, конечно, она будет регулирована в том плане, что мы в экспериментальном режиме запустим процесс, чтобы, скажем так, не все, кто желает использовать эти инструменты для расчетов, а определенной организации, чтобы этот процесс был относительно контролируемым и понятным для регуляторов. А потом, по мере утопления опыта, по мере того, как мы поймем, по-моему, риски для нашей финансовой стимулы от использования этих инструментов, будем расширять школу участников. Вот такая работа ведется, естественно. Продолжение следует... Продолжение следует...